Присылают по двум организациям акты выполненных работ, хотя у одной организации в октябре заключен договор, а у второй в январе. То есть гражданский кодекс здесь, видимо, не действует в данных отношениях. Хорошо, на все акты я согласна их же договору, то есть это по договору так положено, если мы не согласны с выставленными счетами, мы обязаны претензию предъявить. И это подтвердили по телефону, когда я звонила. То есть каждый месяц, получая акт выполненных работ и зная, что меня не вывезли ни грамма мусора, я пишу большое письмо, жалобу на действия рекоператора, отсылаю им по почте с описью и отправляю все эти акты обратно им. Что я их подписывать не буду, но мотивирую. Почему? Потому что они у меня не вывозили, работы не были выполнены. И грожусь, что если они мне еще раз пришлют, я буду вынуждена обратиться в правоохранительные органы. Меня связали с бухгалтерией. Мне объяснили там, что у них связи с субподрядчиками в Днепр, вот кто вывозит мусор, у них нет. Вот они как? Вот я присылаю им претензию, что не согласна с тем, что они мне вывозили. Они только тогда отправляют, начинают сверяться, вывозили, не вывозили. Мало того, зная, какой бардак сейчас, я на все свои объекты завела талоны. Делайте так тоже. То есть у меня приезжают, забирают. Мы в этих талонах отмечаем, кто приехал, когда приехал, на какой машине, сколько вывезли. Один талон я оставлю, а водитель расписывается. А один расписывается? Ну а куда им деваться? Один талон я отдаю водителю, а один оставляю себе, потому что мне последний раз привезли счет на куб 1,3 куба, а вывозили они по факту 0,75. И вот я сижу и думаю, то ли заплатить за этот куб, и уже все, ну это просто уже сил нет никаких. Или все-таки еще побороться и доказать, что они столько не возят, потому что подтверждение у меня есть. Тут главное дело, чтобы и рекоператор, и субподрядчики были заинтересованы в том, чтобы вывозить мусор, а не те, не другие не заинтересованы. И мы бьемся с людьми, которым это не надо, понимаете? Вот вот не надо, чтобы не говорили на этом совещании, что там за экологию и так далее. Я знаю много предпринимателей, которые два раза платили, три раза платили. Первый раз платили мехсборки, когда она еще работала. Второй раз платили рекоператору, и третий раз платили организации, у которой еще остались талоны на наш полигон, и вывозили в черную. То есть как бы, ну, я считаю, что вот в этом письме еще надо прописать мотивировочную часть. Как заставить рекоператора выполнять свои обязанности к договорам? Ну, я не знаю, рублем наказывать должностных лиц, как-то, но они ничем не заинтересованы, никак. Им не надо это сами. Вот сидят люди в офисе. Я звоню, я как-то на работу прихожу, я звоню, вывезите у меня, пожалуйста, мусор, вывезите у меня, пожалуйста, мусор. Не вывозят. Продолжение следует...